В Ташкенте в преддверии Дня независимости Казахстана торжественно наградили граждан Узбекистана, внесших вклад в развитие и укрепление взаимоотношений между странами. Медали и благодарственные письма от посла Республики Казахстан в Узбекистане получили видные общественные деятели, журналисты, поэты, писатели, а также руководители культурных центров страны. Дархан Сатыбалды также рассказал о достижениях Казахстана за годы независимости. Он отметил, что сотрудничество между Казахстаном и Узбекистаном за последние 4 года стали еще крепче. Страны развивают отношения в торгово-экономической, культурной, гуманитарной и туристической сферах. Отношения между Узбекистаном и Казахстаном стремительно развиваются с 2016 года. Благодаря дружбе между главами двух государств наши братские народы достигли согласия во всех сферах. Теперь обе страны намерены увеличить товарооборот до 10 миллиардов долларов. Масштабная патриотическая акция в честь Дня независимости страны прошла среди школьников в Павлодаре. Там почти 20 тысяч детей нарисовали государственный флаг Казахстана и выставили свои рисунки на окнах. По словам учителей и родителей, подобные мероприятия укрепляют дух патриотизма и воспитывают любовь к родине. К слову, акция «Ту Менн Отаном» в Павлодаре продлится до 18 декабря. Организаторы надеются, что школьную инициативу поддержат и взрослые. Мы, родители, активно участие принимаем в этой акции всей семьей. Этим мы проявляем свою высокую гражданскую позицию, свой патриотизм и любовь к родине. Все наши учащиеся учебные организации рисовали флаги нашей республики своими руками, вывешивали на окнах, как вы видите, в данном доме, в данном микрорайоне, все окна украшены нашим флагом, флагом Республики Казахстан. Редактор субтитров А.Семкин Казахстанцам советы, как провести выходные дни без риска заразиться коронавирусом. Прежде всего, населению советуют не посещать места массового скопления людей, не допускать переохлаждения организма. Для поздравлений использовать дистанционные средства связи. Еще раз, вот семь шагов по предотвращению заражения COVID-19. Тщательно мойте руки с мылом после контакта с посторонними людьми. Используйте одноразовую медицинскую маску в общественных местах и меняйте ее каждые 2-3 часа. Дезинфицируйте гаджеты, оргтехнику и использованные поверхности. Избегайте посещения общественных мест, торгово-развлекательных центров, спортивных мероприятий, общественного транспорта. Ограничьте объятия, рукопожатие. Избегайте тесного контакта с людьми, у которых может быть простуда. Используйте индивидуальные предметы личной гигиены и посуду. О ситуации с коронавирусом в Казахстане. 661 новый случай заболевания COVID-19 отмечен за минувшие сутки в нашей стране. Больше всего инфицированных в Алматы. Там заболели 74 человека. Следом в списки идут по Владарской, Северо-Казахстанской области. Минимальный прирост отмечен в Актьюбинской, Туркестанской, Казалардинской, Мангостаусской областях. В Шимкенте также. И таким образом, с начала эпидемии в стране подтвердили почти 143 тысячи случаев заражения опасным вирусом. Межведомственная комиссия по нераспространению коронавируса обнародовала статистику по выздоровевшим. Еще 914 человек смогли побороть инфекцию. В общем, от COVID-19 излечились более 127 тысяч больных. Завтра в столице Великобритании и в некоторых районах графств Эссекс и Хартфордшир ведут третий максимальный уровень ограничений из-за коронавируса. На такой шаг власти пошли после того, как медики обнаружили новый штамм COVID. Об этом подробно в нашем сюжете. Юго-Восточная Англия столкнулась с новым штаммом коронавируса. Мутировавшую инфекцию выявили в больницах 60 британских районов. Эксперты заявляют, он распространяется быстрее, чем другие виды COVID. Но говорить о том, что у заразившихся этим вариантом коронавируса болезнь протекает тяжелее, пока рано. Инфекцию сейчас изучает военный лабораторий Порт-эн-Даун. Известно, что в последние месяцы подобные случаи зарегистрированы и в других странах. Мы проинформировали об этом Всемирную организацию здравоохранения. На фоне этих событий власти Великобритании ввели новые ограничения. В столице и некоторых районах графств Эссекса и Хартфордшир закроют пабы, рестораны, театры и другие места отдыха. Жителям не рекомендуется выезжать в другие города и пользоваться общественным транспортом. А на улице разрешено собираться в группы не больше шести человек. Новые меры затронут 34 миллиона британцев, а это больше половины населения. Мнения жителей по поводу введенного карантина разделились. Думаю, что новые меры желательны. На улицах много людей, поэтому я думаю, что сейчас будет правильно ввести новые ограничения. Я не думаю, что это правильно. В Лондоне много свободных больниц. В отличие от апреля, там не так много пациентов с ковид. Я считаю, нам нужно дождаться Рождества. Жесткие ограничения в основном коснутся бизнес-сектора. Только в Лондоне придется закрыться больше 15 тысячам развлекательных заведений. А это лишит предпринимателей заработка, который обычно растет в Рождество и на Новый год. Зауреш Байгелов, Галамжат Хараманулы, Лондон, Хабар 24. Некоторые европейские страны ужесточили ограничения в связи с приближающимися рождественскими и новогодними праздниками. Например, власти Греции продлили действие карантина до 7 января. Во время этого периода в стране будет действовать комендантский час. Школы и заведения общепита будут закрыты. Во Франции общенациональный комендантский час отменят в канун Рождества. Но бары, рестораны, горнолыжные курорты будут закрыты как минимум до 20 января. Продлили карантины в Нидерландах. При этом каждая семья может принимать у себя не более трех гостей в день. Заведения общепита также не будут работать. А тем временем французские рестораторы, организаторы торжеств, сотрудники отелей и туристической сферы вышли на улицы, чтобы потребовать от властей возможности работать. В стране действует ряд ограничений, в соответствии с которыми закрыты кафе, рестораны, отели, учреждения культуры и развлечений. Ресторанному бизнесу обещали разрешить открыться с 20 января. Но накануне министр экономики заявил, что эта дата не окончательная. Все будет зависеть от эпид-обстановки. Сфера туризма, ресторанный и гостиничный бизнес уже потеряли 150 тысяч рабочих мест в начале следующего года. Банкротств в этом секторе экономики будет еще больше. Ну, так говорят участники акции протеста. Выделяемой государством поддержки недостаточно, чтобы спасти предприятия от закрытия. Часть расходов легла на плечи страховых компаний, которые под давлением эпидемии с трудом справляются со своими обязательствами. К концу года треть страхователей заявили о своей ликвидации. Все, чего мы сегодня хотим, мы не просим о помощи. Нам нужна перспектива, когда мы сможем открыться. Если ее не будет, нам сложно уже сейчас. Нам будет еще сложнее к концу года. А с января многие кафе и рестораны не смогут оплачивать свои счета, чтобы выжить. Поэтому мы очень боимся гибели наших предприятий. У нас нет работы с марта. С начала июля начался контроль, выделяемый из фонда солидарности помощи. И начались отказы в ней. Мы просим, чтобы эту помощь восстановили. И чтобы она соответствовала нашим расходам. Банкетные залы платят аренду, зарплату, налоги. И даже помощь не может удержать их на плаву. Мы просим, чтобы нам дали возможность планировать. Свадьбы планируются за полгода. Мы должны знать, куда мы идем и когда сможем работать. В Турции объявили комендантский час на новогодние праздники. Об этом накануне заявил президент страны Реджеп Тайп Эрдоган. Новое ограничение вступит в силу 31 декабря в 21.00. Закончится 4 января в 5 утра. В течение четырех дней жителям страны будет запрещено покидать свои дома без уважительной причины. Такое решение власти приняли из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. За минувшие сутки в Турции отмечено более 29 тысяч новых случаев заражения. Это максимальный показатель с начала пандемии. Отмечу, в этой стране уже действует комендантский час в будние дни и также полный локдаун на выходных. Прежние ограничения показали свою эффективность. Кроме того, для того, чтобы обеспечить непрерывную работу медицинских работников и других государственных служащих, в праздничные дни будут работать детские сады и начальная школа. За две недели в Китае внутренние случаи заболевания коронавирусом выявили в шести районах страны. Только за последние сутки эпидемиологи отметили 25 фактов заражения ковид, из которых три локальные. Подробности в нашем сюжете. В последнее время в Китае почти ежедневно регистрируют внутренние случаи заболевания. Эксперты это связывают прежде всего с ситуацией в мире. Завозные случаи также не редкость в Поднебесной. В страну каждый день прилетают сотни людей. Кроме того, источником заражения могут быть и импортные товары. Именно они стали причиной вспышки в некоторых регионах. В качестве второй причины называют сезон простуд, который благоприятен для распространения вируса. Специалисты считают это нормальным явлением. То есть отдельные единичные случаи еще будут выявляться, считают они. Но эксперты исключают возможность, что вирус распространяется внутри страны из одного региона в другой. Например, в Синдзя-Нуйгурском автономном районе на северо-западе Китая новые случаи зарегистрировали в Турфане. Местные власти уже сообщили, что геном вируса, обнаруженный в этом городе, не связан с предыдущими вспышками в регионе. Штам вируса отличается от предыдущих вспышек в Урумчи и Кашгари. Таким образом, вероятность того, что распространение COVID-19 продолжается внутри Синдзяна, можно исключить. Также вирус не связан с другими случаями внутри страны. В Синдзяне, как и в других регионах, где выявили случаи заболевания, провели массовое тестирование населения жилых районов. Иногда, как это было во внутренней Монголии, тестирование проводят трижды, чтобы исключить любую вероятность крупной вспышки. По данным местных властей, на сегодняшний день 6 вакцин-кандидатов китайского производства находятся на третьей фазе клинических испытаний. Наибольшие результаты достигли по инактивированным вакцинам. К примеру, компания Sinopharm уже начала в тренировочном формате распространять свои вакцины внутри страны. Это подразумевает правильное хранение и транспортировку при низких температурах. В целом же, вакцины этой компании уже одобрили в Бахрейне и Объединенных Арабских Эмиратах. Китайскую вакцину также приобретают Индонезия, Турция, Бразилия и Мексика. До конца года в Поднебесной могут произвести до 600 миллионов доз вакцин. В настоящее время местные власти ожидают, когда китайские препараты включат в список заступок КОВАК. Это международная инициатива Всемирной организации здравоохранения, направленная на справедливый доступ к вакцине для всех стран. Тогда китайская вакцина станет доступна в том числе и для развивающихся государств. Патогостер Габаева, Айгерим Сулейменова, Хабар-24, Китай. В Сингапуре одобрили использование вакцины против коронавируса компаний Pfizer и BioNTech. Первые партии препарата поступят уже в конце месяца, сообщил премьер-министр. Он отметил, что вакцинация пройдет на добровольной основе и будет бесплатной для всех жителей Сингапура. На начальном этапе прививки получат медработники и пожилые люди. Кроме того, власти подписали предварительное соглашение о закупах с другими разработчиками вакцины. Мы также ожидаем, что другие вакцины будут поставлены в Сингапур в грядущие месяцы. Если все пойдет по плану, к третьему кварталу 2021 года у нас будет достаточно вакцин для всех жителей Сингапура. В Канаде тем временем началась массовая вакцинация населения против коронавируса. Одними из первых в прививку сделали медработники города Торонто. Кроме того, вакцины уже начали получать пожилые канадцы по всей стране. Отмечу, до Нового года в Канаду доставят четверть миллиона доз препарата. К марту 2021 власти планируют вакцинировать 3 миллиона граждан. Все желающие получат прививку до конца следующего года. В США коллегия выборщиков подтвердила избрание Джо Байдена на пост президента страны. Кандидат от демократов набрал 306 голосов, при необходимых для победы 270. Нынешний президент Трамп набрал 232 голоса. Таким образом, 20 января в ходе церемонии инаугурации, которая пройдет в Вашингтоне, в должность 46-го президента США вступит представитель демократической партии Джо Байден. Спустя несколько минут после подсчета голосов выборщиков, Дональд Трамп анонсировал отставку генпрокурора США Уильяма Барра. Ранее, напомню, Барр не поддержал утверждение Трампа о массовых фальсификациях на выборах 3 ноября. По словам президента США, генпрокурор покинет свою должность перед Рождеством, чтобы провести праздники в кругу семьи. Тем временем, власти США объявили о введении санкций против Турции за покупки российского зенитного ракетного комплекса С-400. Ограничения вводятся в отношении Государственного управления обороной промышленности Турецкой Республики и его должностных лиц. Санкции включают в себя в том числе заморозку активов, а также запрет на предоставление турецкому ведомству банковских займов и кредитов. Отмечу, контракт на поставку С-400 Турция заключила еще в 2017 году. «От США, как союзника по НАТО, мы ожидаем поддержки в борьбе с террористическими организациями, а не санкций. Наша страна никогда не пойдет на войну со своими соседями или другими странами. Мы боремся за будущее нашего региона и мира. Но это не означает, что мы будем молчать. Мы не позволим другим нарушать наши права». Иракские военные сообщили об успешной ликвидации более 40 боевиков террористической группировки Ирака и Леванта. Спецоперация прошла на северо-западе страны в районе города Масула. В числе уничтоженных также были несколько главарей террористической группировки. По данным СМИ, у боевиков изъяли бомбы, оружие и другие боеприпасы. У нас сейчас реклама, а после нее мы расскажем о пожаре в доме престарелых в Башкортостане. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжим выпуск. 11 человек погибли при пожаре в частном доме престарелых в Башкортостане. Инцидент произошел минувшей ночью в селе Ижбулдина в 360 километрах от Уфы. По данным МЧС, на момент прибытия спасателей деревянное строение было полностью охвачено огнем. В ходе тушения на месте пожара обнаружены тела 11 погибших. Четыре человека смогли самостоятельно выбраться из зданий. Сейчас на месте происшествия работает следственная группа. Обстоятельства выясняются. В столице Таиланда Бангкоке зарегистрировали сильное загрязнение воздуха, сообщают местные СМИ. В 28 районах города индекс качества воздуха превышает допустимую норму. Специалисты предупреждают, такое может нанести серьезный вред здоровью. И людям советуют, особенно тем, которые страдают респираторными заболеваниями, на улицы не выходить. По данным Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, густой смог из-за отсутствия ветра может продержаться как минимум до 17 декабря. Министерства природных ресурсов Министерства природных ресурсов стали чаще покупать отечественную продукцию. Ее производство выросло на 2,5% в этом году. В числе основных отечественных товаров, которые пользуются спросом у населения, это продукты питания, мебель, стройматериалы и одежда. Благодаря этому снижается доля импорта, отметил министр нацэкономики Руслан Даленов. По его словам, за последние три года наблюдается существенный рост выпуска готовой обработанной продукции. Только в прошлом году их объем увеличился до 10 триллионов тенге в так называемом сегменте экономики простых вещей. С начала года индекс физического объема составил 104%. Фонд АМУ просубсидировал более 500 проектов по программе экономика простых вещей. К слову, в этом году выросли объемы финансовой поддержки по всем программам кредитования, отметил министр нацэкономики. А сумма поддержанного кредитного портфеля достигла 2 триллионов тенге, охватила более 30 тысяч проектов. И чтобы усовершенствовать программу экономика простых вещей, будет разработан седьмой пакет поправок. Он будет предусматривать новые механизмы поддержки, в том числе увеличение размера гарантий со стороны государства. И эти изменения нужно подготовить в месячный срок, отметил премьер-министр Аскар Мамин. Экономика простых вещей доказала свою эффективность как инвестиционный инструмент развития отечественного производства. В этой связи, в соответствии с поручением главы государства, общий объем финансирования программы был увеличен до 1 триллиона тенге. Несмотря на пандемию, число проектов выросло в 2,5 раза, а их сумма в 3,5 раза. С 216 до 700 миллиардов тенге. Прогнозируемый рост числа рабочих мест составит порядка 20 тысяч. В Нур-Султане жители целого района, это почти тысячи домов, больше месяца не могут подключиться к центральной системе газоснабжения. Хотя голубое топливо им обещали подать еще в ноябре. И теперь потратившимся на газовое оборудование жителям столицы в спешке приходится покупать до более знакомых для них виды топлива – уголь и дрова. И будет ли газ, узнавала Андрей Деменок. В основном трубопровод провели, трансгаз Аймак, до дому. Подрядная организация подключила в дом. Это вы уже за свои деньги делали. На этом, собственно говоря, газификация, которую в столице ждали так много лет, для жителей жилого массива Коктал-2 и закончилась, что называется, не успев начаться. Нам обещали подключиться в ноябре, в начале ноября, потом конец ноября, уже декабрь. И до сих пор нет никаких предпосылок, чтобы подключить или что. Хотя горожане с уверенностью заявляют, свою часть обязательства они выполнили в полном объеме еще в конце сентября. И обошлись они им в среднем в 700 тысяч тенге. В эту сумму входило получение техусловия, покупка и установка газового оборудования, а также услуги подрядной организации. К слову, подрядчики в затянувшихся сроках газификации виновными себя не считают. Как думаете, почему сейчас газа нет до скорой людей? Тоже не могу сказать, честно. А кто это может знать? Ну, это все зависит, который подрядная организация, наверное, я туда не знаю. Ну, вы же подрядная организация. Ну, подрядная организация у нас чисто вот дом делаем, а магистраль мы не отвечаем. К счастью, ответить смогли в городском Акимате. Но как? Там, как выясняется, причин для беспокойства и вовсе не видят, заявляя, что газификация столицы, наоборот, идет с опережением графика. А у жителей жилого массива Коктал-2 газ появится как раз со дня на день. Все работы завершены. В настоящее время сети передаются в доверительное управление акционерного общества «Казтрансгаза Аймаха». Это является национальным оператором газоснабжения. В течение одной недели планируется обеспечить подачу газа в указанный жилой массив. Также до конца текущего года у нас газ будет подан, обеспечена подача газа на часть Коктал-1. Вторая часть у нас запланирована на январь. Впрочем, горожанам заявления сотрудников Акимата надеж не вселяют. Они признаются, слишком много их было в последние месяцы. В Акимате же говорят, что уже все, газификация. Я не знаю, что говорят в Акимате, но хорошо, что мы уголь купили осенью по 12 тысяч тонн. Сейчас еще будем покупать. А сейчас прямая трансляция брифинга службы центральных коммуникаций.